Друзья, всем большой привет! Сегодня будет отдельное видео, которое я хочу посвятить вот такому вот пылесосу, воздуходуву от компании Greenworks. От этой же компании у меня есть электрические такие ножницы, которыми я стригу кустарники. И вообще, в принципе, нам эта фирма нравится. Мы стараемся периодически покупать от этой компании какие-то такие помощники для нашего сада, для дачи. Посмотрим и спробуем его сегодня. Сделаем выводы. Вообще, это нужная покупка для дачи или это лишняя трата денег? Пять лет, шесть лет, я уже запуталась, сколько нашей дачи лет, мы справлялись без этого агрегата. Но буквально на прошлых выходных мы попробовали у наших соседей взять именно воздуходув. Он у них тоже два в одном, то есть и воздуходув, и работает как пылесос. Мы решили, что все-таки мы хотим приобрести этот аппарат. Он, кстати, очень мощный, даже, я бы сказала, мощнее, чем у наших соседей. Мы сегодня вместе с вами его соберем, посмотрим, что он умеет. У нас, кстати, сейчас такие влажные листья лежат, и мне хочется посмотреть, как он с этим справится. Потому что на прошлых выходных, когда мы показывали, как соседский работает воздуходув, то он все-таки работал тогда с более сухой листвой. Вот на этих выходных это тоже протестируем. Я, в принципе, пока очень радуюсь этой покупке. Но смотрим вообще, нужна эта вещь в хозяйстве или нет. Что еще хочу сказать. Этот воздуходув, он электрический. Электрические все-таки дешевле стоят, чем аккумуляторные, чем бензиновые, например. Я думаю, что для сада вообще электрическое чем удобнее, тем, что меньше в обслуживании. То есть не нужно тратить масло, не нужно покупать бензин и не нужно покупать аккумулятор. Потому что аккумулятор, например, для каких-то таких устройств от Greenworks, они где-то около 6 и больше тысяч стоят. Поэтому мы решили взять электрический. Давайте я вам покажу, что находится в комплекте. Потом мне Сережа поможет его собрать. Модель, которую купили мы, я вам обязательно здесь в видеоназвание все вставлю. Я не буду сейчас искать точно, как это называется. Значит, смотрите, здесь вот такие вот две большие трубы находятся, широкие. То есть это нужно собрать. И это труба от пылесоса. Дальше здесь идет вот такой вот большой мешок. По-моему, он на 40 литров, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Вот здесь есть такая ручка. Очень удобно через плечо будет надеть, либо на плечо. И здесь на весь мешок вот такая вот молния, чтобы вам было легко доставать оттуда мусор. Так, значит, вот такая вот насадка еще. Это насадка для того, чтобы как раз как воздуходув эта штука работала, чтобы выдувала все листья. То есть можно сначала выдуть все листья, а потом собрать пылесосом. Ну и, соответственно, самый основной агрегат. Вот такой он. Он, я бы не сказала, что он суперлегкий, но и не тяжелый. То есть женщина спокойно с ним справится. Вот такой вот короткий провод. В принципе, на всех таких аппаратах идет. Вот небольшая такая ручка. Вот здесь и вот здесь. Я так понимаю, что это ручка. Внизу вот это, когда здесь откручиваешь, вставляешь большую трубу, это работает как пылесос. А здесь, собственно говоря, воздух выдувается. И как мы вчера попробовали, здесь два режима работы. Один и два. Очень легко вот этот включатель двигается, потому что вот мы, опять же, брали у соседа. Там, по-моему, только один режим. И он очень тяжело двигался. Поэтому она говорит, что я его, в принципе, не включаю вот здесь, а сразу в розетку. Вообще, у Гринворкс мне очень нравится дизайн. Так, здесь у нас, видите, написано воздуходов и пылесос. Вот. Так. Чек, гарантия. Ну что, ребят, пришел помощник. Давай, Сереж, что мы первое будем с тобой собирать? Ну, давай сначала покажем в роли пылесоса его. Давай. Он очень плотно становится, да? Да, потом практически не разбирается. Ну, то есть, как собрали, так, в принципе, пусть будет показывать. Здесь нужно открутить. Внутри. Крючатка. Ага. Вроде из алюминия, салумина. Там входит, да? Вовнутрь. И здесь закручиваем. Что про него можно рассказать, да? Мощность у него 2800 ватт. Работает он как на всасывание, так и... На высасывай. На выдух. На выдух. Ну, собственно говоря, все. Мешок вот я... Мешок, по-моему, 45 литров. А, 45. Я 40 подумала. Вот смотрите, можно как на плечо, видите, так и через плечо. Вот, мне кажется, через плечо удобнее. Нет. Ну, мне нет. Может, длину подрегулировать надо. Все. И подключаем. Здесь две скорости. Первая, вторая. Ну, это я тоже... Плюс шум 110 децибел от него. Ну, он достаточно громкий, да? Скорость, максимальная скорость воздушного потока 313 км в час. Угу. Электрическая. Ну, посмотрим. Когда купим, тогда и расскажем. Ну... Плюс шум 10 децибел от него. Плюс шум 10 децибел от него. Мonnaторный телефон фабрит. Используйте непринод... Плюс шум 11 децепет. Плюс шум 10 д짜기를 вяжите. Плюс шум 11 децепет. Потом шум 11 дейвом. Придниじ в дальнейшем. Музы wished Ого, листья в охрене есть просто. Почему ты не этим собираешь и штук я по 40 литров буду собирать. Итак, друзья, мы вчера весь день практически работали, пробовали воздуходув-пылесос. И у нас с Сережей немножко разное мнение. Я скажу свое, а Сережа выскажет свое. Значит, как и с любой техникой, к ней нужно привыкнуть, к ней нужно иметь какой-то подход. Я хочу рассказать, как у нас было с газонокосилкой. То есть мы сначала не знали, с какого места на участке начать. То есть нам было проще триммером покосить. Конечно, со временем мы привыкли и уже знаем, как быстро покосить газон и так далее и тому подобное. Так и с воздуходувом. То есть нужно понимать, с какой стороны заходить. То, чтобы как это... В какой угол гнать. В какой угол гнать. Да, и чтобы это не получилось так, что вы с одного места все убрали, потом зашли с другого. И в итоге там, где вы до этого убирали, там опять эти листья. Поэтому к нему нужно приловчиться. По поводу пылесоса. Это я сейчас про воздуходув говорила. По поводу пылесоса. Я не поняла смысла в нем. То есть вы не будете ходить по чуть-чуть и собираться со всего участка. Это неудобно и это будет очень долго. То есть я предполагаю, нужно собрать воздуходувом какую-то кучу, да? И потом ее собирать. Но опять же, это если немного у вас листьев. У нас в берез очень много листьев. И собирать по 45 литров пылесоса. Нет, если может быть каждый день этим заниматься, как они начинают опадать, по чуть-чуть ходить собирать, возможно, этого и хватит. Но так как мы дождались, когда они все упадут, и весь участок был в листве, ну вот 45 литров не было. То нам проще руками было собирать. Да, вчера мы собрали, получается, почти 700 литров. Вот так вот. Ну, ты скажи о своем мнении. Вообще нужен или не нужен? Стоит тратить деньги или нет? Ну, мы без него 6 лет жили. Могли еще пожить. Ну, как бы взяли у соседей попробовать на прошлых выходных. Нам понравилось. Вот. И здесь по скидке, ну, в интернете лазили, увидели, решили заказать. Я хочу сказать то, что, конечно, можно все это веерными граблями собрать, еще чем-то. Но воздуходу вам приятнее работать. То есть ты так не напрягаешься. Меньше физических затрат. Да, меньше физических затрат. Легче, удобнее. И даже в каком-то смысле по кайфу вот это все походить, подуть. Ну, вчера Милана прибегала, дайте мне, дайте мне, дайте мне. Да, да. То есть детей можно спокойно привлекать. Им, наоборот, будет нравиться пользоваться этим воздуходувом. В общем, если я раньше попробовала воздуходув, пылесос, то я бы вот сейчас, но опять же, тут день прошел всего, как мы пробовали, я бы воздуходув просто купила бы. Если, например, как у нас много листьев. Но вот Сережа говорит, да, то, что есть какие-то места, типа там, где плитка или там дорожки, то там нужен все-таки пылесос, там воздуходув, например, не справляется. Кстати, мы воздуходувом очень хорошо, как ты, можжевельники, да, он сдул вот эти листья с елки. То есть, возможно, можно будет даже туи, да, как-то воздухом дуть, потому что мощность очень хорошая, и убирать какую-то сухую, вот, сухие иголки, сухую листву. С коры, то, что вот у нас засыпано тоже. Да, кстати, у нас, так как вчера была мокрая листва, воздуходувом спокойно с коры убирается листва, и кора остается на месте, потому что она тоже влажная. С щебенки очень хорошо убирается воздуходувом. Ну, мы прям, видно сзади, мы привели весь участок в порядок, и он теперь такой красивый, зелененький стоит. Конечно, где-то листва есть, но от этого не избавиться. И еще один такой момент, у нас в каких-то частях участка трава достаточно высокая, и с нее, конечно, листва убирается намного тяжелее, поэтому, особенно когда газон подстрижен, да, листва вообще... Ну, на следующий год учтем, да, что к зиме надо, чтобы он подстрижен был. И плюс, вот, подписчица писала то, что зимой очень удобный снег, который только-только выпал, воздуходувом вообще с легкостью убирается. Ну, это мы еще посмотрим. С машины зимой можно будет убирать. Это мы посмотрим, попробуем. Так что, как, посоветую? При наличии возможности необязательная покупка, но для того, чтобы облегчить свой труд, вполне... Опять же, да, просто вот если бы мы весь участок убирали граблями, вот, ну, наверняка это были бы мозоли и трудозатраты... Ну, это тяжело, мы бы устали. Гораздо больше. Я бы, скорее всего, оставил как есть, да, весны, и уже весной газонакосилкой все бы это собрал. Потому что, ну, как показала практика, ну, за два прохода, за две стрижки газона вся листва убирается. Ну, а сейчас будет, наверное, получше. Ну, ты вчера прям на лайте так. Он все время, да, ходил и говорил, ой, мне нравится, мне нравится. Так что, ребят, делайте выводы. Если есть лишние деньги или, например, не хотите тратить свои силы, то, конечно, покупайте воздуходув или воздуходув с пылесосом. Любая техника в квартире, это всегда облегчает нам жизни, наш труд. А на дачу приезжаешь в первую очередь отдыхать, а не работать. Ну, может быть, и работать, но хочется работать, отдыхая. Да. Вот, дорогие друзья, на этом мы будем этот ролик заканчивать. Увидимся с вами обязательно в новых видео. И внизу в комментариях также пишите, если у вас есть такая техника на участке. Поделитесь своим мнением, нравится вам или нет. Все, мы увидимся с... Все. До новых встреч всем. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...